Горожанам на выбор предлагают подготовить эскизный проект одной из общественных территорий города. Например, изобразить свое видение участка улицы Молотобольска, проспекта Ленина до улицы Горького, или зеленой зоны на площади имени Баварина. Всего 13 участков в центральной исторической части города. Среди территорий, которые будут отданы в руки народным дизайнерам, вот эта газонная площадка перед лестницей, ведущей в Нагорный парк. Если вспомнить, сколько копий было сломано по поводу этого объекта, можно предположить, что одни из самых ярких эскизов будут созданы для этого места. Полный список объектов можно посмотреть на сайте мэрии. Елена Королева, начальник отдела благоустройства и озеленения, объясняет. Горожане, критикуя власть за благоустройство, порой предлагают свои варианты. Вот и решили дать талантам себя проявить. Установка малых культурных форм, высадка зеленых насаждений, устройство газонной части. Может быть, действительно у жителей возникнут оригинальные идеи, которые мы воплотим в жизнь. Но у некоторых специалистов конкурс вызывает сомнения. Архитектор Александр Деринг считает, что это соревнование вряд ли позволит улучшить городскую среду. Ну, конечно, я понимаю, может кто-то любой на коленке что-то нарисовать, какие-то идеи. Ну, это же не серьезный подход для решения общегородских проблем, которые связаны, ну, по сути, с генопланом города, с благоустройством его. Ну, так не делается на самом деле. Деринг уверен, подобные конкурсы должны быть рассчитаны только на профессионалов. Тем не менее, принести свои работы, изобразив участок Барнаула с нескольких сторон и сопроводив его пояснительной запиской, можно до 30 июля в Дорожный комитет по адресу Короленко, 58. Работы оценят специалисты по ландшафтному дизайну и озеленению. Лучшие идеи, заверили чиновники, могут быть воплощены уже в следующем году. Илья Кочетков, Павел Лаурнин, Александр Антропов. Наши новости.